Я вот захожу, у меня перед глазами все стоит такое надо. Подожди маленько, тебе это полезно. А что ты понес его? На улицу. Зачем? Так принято. Потом собакам относят его. Слышишь, еще отвечают. Зачем ты его понес? Ведро это, в котором... Это собакам. Собакам мясо. Собакам мясо. Я думал, что отходы. Постой маленько, послушай. Я вчера только зашел, видишь, там стоит ведро, и в нем сухари, и все открыто. Никита, да ведь кошка-то только здесь, когда мы, а дальше там целый день где-то. Тут ходят мыши, мы в степи находимся. Рядом коллошторки, мышка сразу сухари. Где мышь бывает, она там и мощится, и оправляется всегда. У него очень часто это... Он нашел еще ответить. Это не я, это Володя. Володя спрашиваю, Володя, зачем это сделал? Ну, там не подумал, не закрыли, кто-то переставил. Вы что делаете? Все должно быть закрыто, недоступно для той твари, которая здесь находится. Мы не говорим, чтобы недоступно было для буйвола, для льва, для змеи. Недоступно для мухи и для мышки. Все. Гляжу, халва, халва стоит просто в ящике, а там обыкновенная коробка, открытая. Зачем? Ты знаешь, что мыши любят им отравы делать на семечках. Халва из семечек делается. У нас нет уверенности, что мы ели ту халву, какую продали нам. Аж по ней мыши не бегали. А он стоит только вот такое выражение, какое сейчас. Ну, почему ты ее не убрал? Теперь поставил в холодильник. Почему я должен вас контролировать на каждом шагу? Сейчас подошел, вот это вот постирали, и по полу, и по полу свернулась вот так лежит. Зачем? Зачем она на полу? Шторка на полу. Зачем? Ну, по ней два раза шоркнуло, и все, она грязная. Вот эти вот дыры, которые здесь вот сейчас были, там завернули, это от стирки. Стирать не надо ее. А дело как? Прибил здесь ее, там, если шторка на двое задвигается, одна на другую, и вот здесь вот гвоздем такой, чтобы там бумажку под нее, картонку, все. И они друг на друга заходят, и в церкви так и есть. Теперь начинает по ней двигать. Чтобы не двигали, я прибил здесь и там. А как тогда открывать? А вот здесь повышен гвоздь на 200, 20 сантиметров. Голова, чтобы не доставала. Вот так вот раз, повернул, все, отпустил на место. Если так сдвигает оттуда, чтобы раскрыть вот эту вот шторку, то назад не задвинешь, все время щель. Шторка не выполняет своего назначения. Скажи ты, как одержимость какая, одна за другой сестры, через неделю, а можно постирать? Зачем стирать? Она никуда на работу не ходила, она чистая. Можно постирать? Нельзя. Собрание объявляет без моего ведома к шторкам не прикасаться. Скажи ты, оторвали. Оторвала та, которая не была. Совершенно больной человек. Скарабкалась, пошла и оторвала, дальше она ничего не знает. Постирала, с двумя дырками принесла. Вешаю теперь, дядя Игнатий. Зачем? Я понимаю, что все это от сатаны, не от Бога это. Богу не надо, чтобы мы вот мельтешились, как черви в дерьме. Зачем? Я вот сегодня сказал, что монашеская как отрышка идет, вот как, за это уцепятся. Это теперь я понимаю, что там монахи будут говорить. О всем, что они вот натолкали вместо Евангелия. Мне сразу вспоминаются слова профессора Владимира Филимоновича Марсенковского. Он говорил, вырви из сознания людей Евангелия, и на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не прикроешь. Монахи это не знали, а профессор знал. И они пытались прикрыть гороховым супом, маслом растительным, икрой. Но мы должны взглянуть трезво-то на это, это все монашество. Ни о каком монашестве в Библии намека нет. Есть, что хорошо служить одному. Незамужье заботится о Господнем, и женатый заботится о Господнем. Что у него не заботится об этом? Едет священник, гонит по городу, идет ремонт дороги, 140 километров держит-то. Рабочих на смерть убил. И тут же сразу из дела за ночь исчезли все видеосъемки, которые были. Все исчезло, и он сидит. Почему его не судят? По канонам он навсегда изверженный. Он задавил человека даже нечаянно. А один в реанимации. Рабочие, которые работали не пьяные, а работали на дороге. Куда краска улетела, куда что показывают-то. И весь народ возмущен. А то все падает на церковь. Его отдать тем людям, которые лишились кормильцев. Отдать им его в клетки. Больше не надо его не убивать, ничего. Там сами сделают, что надо. И больше ничего не делать. Тут я не требую ни смерти, ничего. Но трезво взгляните, что делается. Почему мы привыкли жить в море лжи? Придумали монашество. Хорошо монашество. Наконец Павел говорит, что мы не имеем права иметь жену, сестру. Можешь ты иметь ее. Но наконец монахи стали там. Теперь они добились того, чтобы епископы все были неженатые. Женатых ни одного не допускать. И наконец уже в 4 веке никого мы не видим. Буквально все монашество захватило. Это жестокое сословие. Себелюбивое, эгоистичное. Коростолюбивое и не знающее Бога. И наконец католики дошли до того, что и священники все должны быть неженаты. Наконец придумали целибат. Зачем это нужно? Нельзя давать малые поблажки. Нет и все на этом. Женатые или неженатые может быть. Монаха ни одного не должно быть епископом. Вот вопрос надо было как ставить. Почему? Они не могут быть тем, кем должны быть. От него даже на дачу приехал. И там обслуга женщины. Прятать. Я говорю, как конюшенный жеребец. Застоялся, от него всех кобыл прячут. Что это за правило такое? Это показывает, что ищет, рыщет. А поэтому жениться стали мужик на мужике. Мужчина на мужчинах, делая срам. И получает самих себе должное. Возмездие за свое заблуждение. Вот оно голубое лобби. Ну можно однажды этот вопрос поставить-то. И от лжи освободить. А жить не по лжи. К чему нас призывал гениальный человек нашего времени. Александр Александрович Солженицын. Вот мы ходим туда-сюда. Выходим, выходим. И наверху висит иконка. Вот я ее снимаю сейчас. Посмотри, что на ней изображено. Понятно? Это изображение Иисуса Христа. Который стоит ниже колен вода. Там ангел, это не проверишь. Покажите еще. На берегу стоит мужчина какой-то из раковинки льет на голову. Это не просто так. От руки свет. Это католическая. И вот, Зина, в печку. Но я скажу так. Батюшке отдашь сегодня. Скажи, нам католические иконы не нужны. Скажешь? Скажу. Ты от католиков приехал. Тебе это и в руки карты. Не подумайте, что картами называй иконы. А то не православное. Проверить иконы и сжечь. Это разрешается. Если они испорчены. Они сжигаются. Не на посрамление. Мы у одной тут были. 140, что ли, икон сняли у ней. Сама сняла. И выехали, и сожгли. Это все засняли и выставили. Не подписано. Непонятно, чья она икона. Стертая из журналов. Она все клеила. Ну, оставили у нее икон там 100. Хватит ей в доме. Все обклеено. Жить по уму нужно. По разуму, по совести. Вот вчера я вам дал указание. Смотрите, сегодня как блестит все. Помыли. Почистили. Посмотри, какое все. Ты юнга должен был делать. Я думаю, я им не скажу. Они ботсманы. Ну, как они? Помогут или не помогут? Оказывается, помогли. Пол промыли. Все подмели. А там, кажется, не очень сильно подметено. Тебе не кажется, что там со стены белое что это за пятна? Известка. Известка? Это не пыль. То есть в таком виде держать. Подметать ежедневно. Я вам показал. У себя коверы подметаю минимум два раза в день. Пылинки убрать. А совсем немного лишнего. Это вот мы сегодня, перед богослужением, уже вторая у нас беседа идет. Ну, маленько оглянитесь, что у нас за картины. Так ли нарисовано. Вот у нас был глухонемой Андрей Дробов. Вот он рисовал. Вот я покажу сейчас картины. У него есть талант рисовать. Вот он нарисовал. Это наши кельи какие. Вот они есть. А дальше лес. Ты видишь, никакого леса нет. То есть это у нас есть лес, который от нас находится на расстоянии 5 километров. Но это не на 5 же километров. Его видно. Высота его какая. Выше кельи во сколько. Его видно, он вот такой такой. То есть он перспективу не соблюл. Нисколько. Ну и что теперь считать? Зарядена Васнецова картина, что ли? Или левитам нарисовал золотая осень. Ну ясное дело, что не так. Да, высоко тут. Это он сумел нарисовать качели, пониже кельи. Но относительно леса-то видно, что там еще издалека в бинокль только рассматривать. Так нет. Но надо рассмотреть. Вот выйди, давай выйди, я покажу. Ну, это крапиву он так нарисовал. А дальше, ну мы держим картину. А дальше тот лес, который будете видеть. Единственное, Воруде, чтобы понятно было, о чем говорю. Вот попутно пройдем. Это у нас железный бак, дрова. Вот он, откуда он рисовал? Это шалаш. Никита открывает его. Это у нас жердочки. Господь Богословит. И вот Андрей здесь вот, на углу у нас был скворечник. Вот отсюда он рисовал его. Вот. Вот сюда зайдем. Посмотри. Вот тут там деревья там рисают где-то. Вот сюда он. Вот посмотри. Станы. Тут туман идет где-то. Вон, вот отсюда вот рисовал. Даже. Нет, а вон, вон лесополоса показалась. Вон лесополоса какая. Вот посмотри. Вот эту качелью он нарисовал. И вон тот лес, который там. Лесополоса. Ну и сравни. Где лес выше, как он может быть. Ясно дело, что он далеко. И он совсем маленький. И как он нарисовал, изобразец брать. Надо же смотреть маленько. Вот эти картины, иконы. Иной раз нарисованы именно там. Даже на... Наши иконы. Допустим, преображение на горе. И там как будто бы взлетная какая-то площадка. И не рисовать ничего не умели. Не надо там надумывать, как Солоухин сидел и размышлял. Размышления. Никакого размышления там и нету. Просто кто-то баловался. Сколько ласточек? А ласточек сколько? Так это не все. Готовятся к отлету. Храновато им еще хотя бы. Ну, видишь, холодноватая погода где-то. И любое дело надо ставить во свете Библии. Разум и совести. И тогда они будут над нами смеяться над православными. Я сказал, как мне это видится. Вон лес. Возьми телеграфный столб. И он там прям в него внутрь. Какой он лес-то? Как он будет выглядеть-то? Ну, не... Не можно деревья нарисовать. Вот они рядом деревья. Вот они рядом. И, конечно, они выше. Выше этой качели нашей. Их видно, как... Человека... Ну, нет, я его не критикую. Но на иконах-то написано, как по образец подражания. В православных храмах, как Алфеев, Эларион, митрополит говорит, во всех наших требниках, везде написано, как норма. Это полное погружение. Полное погружение. А икона с черепушкой стоит. И тут же патриарх стоит. Ребенок на спине держит его. Ребенок-то года четыре. Одевшись совсем. А что делать? Извергать. Извергать и все. И на этом конец. Согласно канона 50-го. Ащик говорит, в одно погружение. Если в одно погружение, в одно. А здесь ни одного нету. Здесь уже надо думать не об извержении, а признании анафели. Вот так. Теперь иди сюда, посмотри дальше. Так, отойди-ка отсюда. Вот, посмотри. Стоит лес. Какой он лес и насколько выше качели. Он никак не мог выше качели увидеть. Какой его размер. Где она видится, как будто она рядом совсем где-то. Какие-то тут кустики. Тут вообще непонятно. Я еще раз говорю. Это для того, чтобы понять иконы, точно так же. Надо смотреть. Нашего они письма или нет. Нашего означает, как-то оно время показываемое. Такое перспективное. Смотришь икону, и она как будто бы это. Поворачивается за тобой. Пространственного, так скажем. Ну, а это все православное. И на все надо смотреть трезвым взглядом. Все, закрывайте. Скоро пойдем уже на богослужение. Вы не будьте как слепые. Мы будем исполнять. Все исполняем. Все исполняем. Видите. Вчера масла растительного не было. Сегодня есть. Но надо смотреть, откуда это все происхождение. Я не могу это навязывать никому, которые не исполняют. Я говорю, что такие люди, хорошие люди, исполняющие нравственный закон, не имеющие священца, как баптисты, и потому не церковь. Даже этого им не надо. Обойдутся без этих постов. Один только. Сорокодневный. Среда и пятница. Я им говорил. Без нарукавников. Без икон. Без всего можно спастись. Без священства никак. Без этих священных рук нет спасения. Это говорит Иоанн Златоуст. И так понятно. Нет таинства. Таинства нету ничего. Ты Никите дай снимать сегодня, когда будете пресчать. Все. Нара, пора уходить уже? Нет, еще рано. Еще рано. Дмитрий, 20-10 минут. Это сегодня пришли. Каноны. Я все же съезжу, наверное, посмотрю. Другого времени не будет. Как наш на костре ограда. Все, не поломалили. Не сбилилили.